И когда она оставляла тело, как раз открылся храм, и она могла последний раз увидеть Радамохана. И удивительно, дождь пошёл в это время, в это самое время начался дождь. И вчера Радамохан забрали её, и нам посчастливилось быть частью вот этого удивительного такого события, грустного, но удивительного. Все, кто Мридулу знал, Мридулу Диди, все знали, насколько она прекрасная душа. Само её имя означает в переводе очень мягкое. Она была поистине самой душой семьи Гуру Дэйв. Она была очень милостива ко всем, очень добра всегда, всегда всем помогала. И мы помним её, и проводим определённые церемонии. Вот эти дни нужно провести их. И Гуру Дэйв, он не захотел сегодня отменять, хотя сегодня тяжёлый день для всех. Но он сказал, что мы должны быть как одна семья, мы должны быть сплочены, мы должны продолжать и не отменять ничего, всё-таки собраться и погрузиться в катху, в обсуждение. И сегодня Гуру Дэйв не сможет присоединиться. Вы знаете, что в Индии есть определённые ритуалы, которые должны быть проведены в несколько дней последующих, после того, как человек оставляет тело. И Гуру Дэйв, он всё организовывает буквально уже со вчерашнего вечера. Он хочет всё сделать наилучшим образом, своими руками всё это организовать. И может быть, он присоединится потом, после 12 часов, через час. То есть мы оставим здесь как бы Zoom открытым, и может быть, он присоединится, но это не факт. Мы очень счастливы, что Радамуандаса здесь, Сунити Диди здесь, Андака Прабху. Наша Рагунат Бхайя тоже здесь. Это Радика, моя дочь. И все здесь преданные находятся. И Сунити, и Андака Прабху, и вот преданные Мунгер Мандиря, Рагунат Прабху, дочка Гапинат, Харадика. Все здесь. Также Джагатамма, я надеюсь, Шива... Джагатам Диди. Да, все доводители здесь, мы все здесь. Да, если все преданные вот сейчас собрались, очень много старших преданных нужно сейчас провести нам класс. Гурудеф этого очень хочет, он будет очень счастлив знать, что мы ничего не отменили. Пожалуйста, Гупинат Прабху, please tell Гурудеф, I don't know, I cannot find the proper words for this moment. It's very, very sad. I don't know. But I don't know how to express to him my feelings, but I don't know. Tell him something that we are supporting you all. Yes. We are also with you. We are also with you in this situation. Although I didn't know her, Mridula Диди, but very often I read about her in Radha Dasyam chat. I heard about her so much. So I can a little, I can understand who she was. Yes. It's very, very sad. No, but what makes Гурудеф the most happy is that this is happening now. The Russian Zoom is happening. This makes him the most happy. And this is, then he feels we are with him, no? We could also have canceled it and say, okay, everybody, we go in our corner and meditate and mourn and, you know, and feel sorry. But I think it's so good, important that we are here. And if you allow us, we would like to do a small kirtan together. Sure. I do not buy ice. We'll sing a small kirtan. Yeah? Okay. Sure. We can sing together also for... from a kirtan. I would like to say, I would like to say, I would like to give our feelings, what we are now feeling. And Gopinac said, that for Gaurudeva he will be happy more than if he knows, that we don't have to be because, like, we can't change, that we are all right, but we can't change, and we both try it. And we do this and keep it And so we will support, that we didn't change, and we want to cut-hu, so we will be with him. I don't know. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 У меня есть очень одна интересная история Мы были в отпуске с моим сыном И мы отдыхали в одной деревне И когда мы начали уничтожить Одна из моих родственников Она представила мне Ганеша Я не знаю, где она его взяла Потому что это очень маленькая деревня В очень-очень遠ом месте в России Когда мы собирались уже уезжать Одна женщина подарила мне вот эту вот Ганешу И я, честно говоря, даже не знаю, откуда она его взяла Потому что это очень маленькая деревня Откуда он появился? И так, вы знаете, когда мы начали уничтожить И прямо перед самым отъездом Порвало там, залило этот железнодорожный мост И вообще практически отменили этот поезд Но Ганеша Джи, он нам очень помог Он убрал все препятствия на нашем пути И все три дня нашего путешествия Ганеша стоял на столе у меня Мы предлагали ему фрукты и сладости И многие люди, которые проходили мимо Они тоже получили его таршин Они смотрели, проходя И одна женщина, там дети играли вместе И она стала спрашивать про Ганеш у меня И так постепенно, по чуть-чуть Я стала рассказывать про ващнавизм И она так удивилась и говорит О, поразительно, надо же Говорит, я тоже медитацией занимаюсь А вы занимаетесь медитацией вообще какой-нибудь? И, you know, I was a little bit puzzled Because I was trying to explain to her What Raganuga Bhakti is I was trying to explain to her That Bhakti, that I'm doing, this yoga It's not just some meditations It's like the state of mind And I don't know Я вот в таком положении затруднительном оказалась Мне как бы сложно было объяснить Я пыталась объяснить, что Raganuga Bhakti Это не только медитация Что это состояние ума Что это намного больше, чем просто медитация And I was trying to explain to her About this life force of this type of bhakti It's like about the greed That you are not worshipping God You are, how to say You are like in obsession with Him You are trying to fall in love with Him И я пыталась объяснить ей, что это не просто поклонение Богу Какие-то действия А это именно такая сильная страсть Сильное желание Очень сильная любовь Да, всё это вместе Эмоции And she is from Christian background So for her it was something She could not understand properly А для неё это было Она не могла понять Она из христианской Христианка И ей было сложно это понять So after that And during our trip I was reading Radha Rasa Sudhanithya И во время нашего путешествия Я читала Radha Rasa Sudhanithya And the very beautiful verse 9 About this life force of Raga Bhakti About sacred greed И вот там есть прекрасный стих 9 Как раз о страсти, о любви Raga Nuga Bhakti About the greed Transcendental greed Об вот этой вот жажде Да, о трансцендентной жажде So today maybe we can read this commentary And I want to ask from my beloved seniors About their realisation About the sacred greed How the sacred greed came to them How they're feeling I don't know Their personal realisation I'm eager to hear И сегодня я хотела бы прочитать Этот 9 стих Обсудить комментарии Поговорить об этом И спросить у старших преданных Как у них пришла эта жажда Трансцендентная жажда Как вообще это произошло И обсудить этот стих в общем Is it okay? So I want to ask Andhaka Prabhu Especially because I didn't hear him for so long So So Rade, rade Rade, rade, everyone Цеху Rade, rade, ragunant Rade, rade Rade, rade, тьми Good night Rade, rade, everyone Rade, rade So my god do you agree to read this verse and to share because I really I want to hear from you and from Suniti from Kishori your personal realizations it's very precious for me yeah it's all for sharing it's all Radha's mercy so let's share Radha's mercy Gavinda Mahini spрашивает старших преданных разных можно ли обсудить этот стих хочется его почитать обсудить узнать личные реализации сознания и предлагает заняться прочтением все согласны да ну что я наверное буду читать да ты переводить вот так да давай тогда ты английский а я буду переводить отлично окей so it's Radha Rasa Sudhanidhi verse 9 with commentary of Ananta Das Babaji Maharaj о mind leave all great oh yes о mind leave all great things or persons far from you and go to the Vrindavana with love о ум отбрось подальше все великие вещи личностей и любовью беги во Vrindavan for there is a divine jewel a nectar stream of good moods name Radha there к тому божественному сокровищу к тому потору нектарного настроения носящему имя Radha who redeems the sincere souls спасающими искренние души сначала я хочу спросить про искренние души какие души мы можем назвать искренними андака prabhu please can you share whom we can call sincere souls oh my god i heard so much so many different opinions we are in the school of love we are students in the school of love мы учимся в школе любви and somewhere in Madhurya Kadambini in commentary Ananta Baba is translating one very to me very dear verse Madhurya Madhurya Kadambini a very good comment Ananta Adas Babaji it says Krishna Krishna is explaining in this verse Krishna is saying and when the time comes for soul to leave this world I send the soul in the company of devotees I send to the soul this earth I send this soul to the пред to the also Ananta Baba says everyone is qualified already to become Radha Das So actually it's a very very happy view view It's a very very happy view meaning everyone is I don't have to judge who is sincere and who is not It means that I don't have to decide and evaluate who is sincere and who is not Maybe the most important I don't have to judge myself My time has come My time has come And Radha and Krishna send me to you to you Am I sincere? I don't think so Я так не думаю Вижу ли я тебя, как искреннего человека? Вот это вот мое, как счастье, мое благословение Да, вы мое благословение Да, да, Говинда Махини как-то пропала Что говорила? Говинда Махини Подвисла, да, немножко Ну, у нас плохой интернет Я говорю, я правильно понимаю, что он себя не считает Вот этим Сенсио Искренним, да, всех вокруг считает Во-первых, он считает, что он вообще не должен себя оценивать Да, вообще, как искренний он или нет Он не может, как бы, да, то есть это сложно сделать Он и не хочет, и не может Но вы искренние Отношение в позитиве такое, да Настоящий взгляд Вайшнау Да Очень интересное такое изменение сознания, когда приходит любовь Я просто не вижу себя Я себя не вижу Все становится таким простым Я вижу тебя Я вас вижу И любого, которого присылает ко мне Радха, я стараюсь сделать этого человека счастливым Счастливым Вот это вот священная жажда Сенсерити Искренность Девоушен Преданность Сурендер Предание Собереживание, сочувствие Радха И Радха является источником всего этого И в моем осознании Что я чувствую И в моем осознании Что я чувствую Я чувствую Потому что Рада Рада И все, что я ощущаю Это есть поток Радхи То есть поток, который идет от Радхи Сходит Я думаю, что Бхактивинад Такур сказал И я полностью согласен Он сказал Мне нравится, как Бхактивинад Такур сказал Я с ним полностью согласен Когда вы видите меня Вы видите милость Радхи Милость Радхи и Кришны Это то, из чего я сделан Это он сказал Это так, как я вижу вас Спасибо за все эти маленькие вулканы преданности Которыми вы меня благословляете Я чувствую любовь Радхи Я чувствую любовь Радхи И этого уже достаточно Спасибо Спасибо Это ответит к вашему вопросу Да, да Фуле Нам спросил Ответил ли я на вопрос Да, полностью Да, да Вы знаете Объемный очень Объемный ответ Like, very Profound Profound Answer Profound Complete Answer So, we can continue to read The commentary of Anantadas Babaji About sacred greed And also The big, big question About this part also So, transcendental greed is a very life force of Raga Bhakti Мы будем продолжать читать комментарии Нанатадас Babaji И первая фраза Трансцендентная жажда Это единственная жизненная сила Raga Bhakti When a devotee becomes greedy After the pure loving mood Of the eternally perfect associates of Krishna in Raja Когда преданный начинает жаждать чистого любовного настроения Вечно совершенного спутника Кришны Вавраджи He enters into the field of Raga Nuga Bhakti Он входит в Raga Nuga Bhakti When a materialistic person becomes greedy He becomes like mad Когда материалист желает чего-либо Он становится подобен сумасэчму And he forgets his body and everything related to it И он забывает о своём теле И обо всём, что с ним связано While searching for his wanted object Обжигаемый таким желанием По отношению к какому-то объекту This is mundane greed Такова безумная жадность But that greed Which appears in the heart At one moment And disappears again The next moment Но такая жажда, которая возникает в сердце На некоторое время, а затем исчезает Cannot be called real greed Не может быть названа настоящей жаждой Шри Вишванатха Чакраварти Пада writes in his Raga Vartma Chandrika The Raga Nuga devotee is absorbed in his desires for devotion As a last demand is thinking of the fulfillment of his desires Преданный Raga Nuga Невозможно осознать The devotee always thinks When will I get the service of my beloved Преданный всегда думает Когда же я получу служение моему возлюбленному This eagerness is the life force of Raga practice Это страстное желание Жизнь и душа практики Raga Nuga So I have a question Maybe Raghunath Prabhu Or Suniti Didi Maybe you can share And I want you all really To share about this life force of Raga practice About this, how to say This mental religion Yes, how it came to your life How you are feeling it How it develops How it is nourishing How it is nourished Yes, your greed И я хочу спросить у разных старших преданных О том, вот именно на эту тему Как появилась эта жажда Как вы её чувствуете Как вы её развиваете Как она усиливается То есть, что это вообще И всех Всех-всех хочу попросить Рассказать о своём опыте Своих реализаций I know that I'm understanding That it's very-very personal It's very intimate But I'm begging you To share Это очень такая Да, личная тема Такая Ну, я очень прям умоляю вас Чтобы вы поделились хоть чуть-чуть Yes Suniti You want to start My dear No, you please What was the poem Today I'm here Tomorrow I will be somewhere there Это знаете Как в стихе каком-то Сегодня я здесь А завтра я буду где-то ещё Блуждание по Вселенной Поиск любви везде Это вот то, чем я занимался Это мой личный опыт Searching for love But I didn't really understand What is love Я искал любовь Но я не понимал до конца Что же такое любовь So Roaming around in the universe Means you have a lot of goals Как блуждание по Вселенной Это у вас есть цель Вы ищете And I admit I reached a lot of goals in my life И я достиг очень много целей В своей жизни Разных целей But when I came to the goal I understood Something is missing Но когда я достигал своей цели Я понимал, что чего-то не хватает I felt love For example Living in the most beautiful places I felt something is missing Например, я жил в самых красивейших местах Но всё равно чего-то не хватало И что бы я ни чувствовал Всё равно чего-то не хватало И после таких безуспешных попыток Я понял, что мне вообще больше ничего не надо искать И вот это очень сильное внутреннее желание Становилось всё сильнее, сильнее и сильнее И вот это очень сильное и мощное желание Привело к меня К Рагабхакти И интересно, что когда я пришёл Ну, пришёл, увидел Алталь Увидел Кришну и Радху Я сразу очень привлёкся Радхарани Но никто Ничего мне не мог толком рассказать Про Радхарани Они всё время говорили о Кришне и о Кришне А Радхарани, она как бы в стороне оставалась И внутри себя я не чувствовал удовлетворения от этого И однажды я увидел стих, написанный на стене Я никогда не забуду это И там сказано, что желание — это мать мышления А мышление — это мать деятельности То есть желание, оно исходит от вас, от вашей души А мышление, мысли, они исходят из нашего тонкого тела А деятельность, она исходит от наших чувств И когда у вас появляется вот это вот жгучее желание Найти безусловную любовь, если у вас есть желание иметь её И когда-то ваша деятельность будет в соответствии С вашим этим сильным желанием И это то, что мы понимаем под Баджаном Крией Настоящий Баджан — это что значит? Это что ты чувствуешь, ты это делаешь И то, что мы чувствуем, зависит от нашего сознания Если мы чувствуем Радхарани постоянно 24 на 7, как говорит Курутев Тогда вам ничего уже не нужно, кроме Баджаны Крии В этом таком совершенном состоянии Это открывает завесу И это то, что мы чувствуем в Рага-Бхакти Вот это вот и есть то, что мы чувствуем в Рага-Бхакти А вот лично я, по моему личному мнению В Айди-Бхакти вот эта завеса, она не открывается Потому что в Айди-Бхакти очень полагается на интеллект И он просто весь состоит из правил и предписаний А вот когда вы становитесь связаны по милости нашей Гуру Манджери И в конечном итоге Рупы Манджери Тогда эта завеса, она приоткрывается И вот тогда вы чувствуете, вы искренне чувствуете Что вот это, вот за вот этой завесой Есть наша конечная цель, Радха Радха во всей ее красоте И она всегда улыбается Нам Моя реализация, мое сознание — это то, что я жил раньше Как бы с целью умереть Ты двигался к смерти Ну да, как бы ты шел к смерти А теперь я хочу умереть, чтобы жить Вот так вот И для меня это и есть вот эта конечная цель — жить с Радхой Однажды, поклоняясь ей Я буду ее украшать, буду ей как-то служить Разговаривать с ней Вот сейчас для меня это и есть моя конечная цель И это то, что я хочу помнить всегда И я не хочу это забыть Это очень важно для меня Я хочу так жить Я хочу так давать Я хочу плакать так же И так я хочу умереть И вот по вашей милости, по милости ваичнавов А милость — это самое главное в нашей жизни Когда вы идете в университет и учитесь Вы делаете это ради получения квалификации То есть вы учитесь, вы изучаете, как использовать свой ум Для того, чтобы потом зарабатывать хорошие деньги И иметь хорошую карьеру И вы всегда хотите что-то сделать То есть вы хотите прогрессировать с вашими действиями Но милость — это когда вы сидите где-то И молитесь о том, чтобы эта милость спустилась к вам То есть это возможно только если вы будете наблюдателем Не делателем, который всё делает А который наблюдает и смотрит Я очень хочу оцените услышать что-то Очень сильно хочу Очень красиво было сказано Прежде всего я хочу выразить свое сочувствие И соболезнование всем родственникам Гурудева Мридула Баби Мридула Баби, которая оставила тело Она была душой Мунгер Мандира И просто замечательным человеком Мы будем очень сильно по ней скучать Нам её будет не хватать И я также хочу выразить очень сильно свои соболезнования Её детям и её мужу И так же соболезнования Гурудеву Потому что я видела, как сильно он любил её И вот эта вот духовная жажда Это когда вы чувствуете Например, вы любите кого-то Я чувствовала, что духовная жажда Она есть у кого-то Если, например, вы живёте с кем-то рядом Находитесь И у кого есть эта жажда Тоже Любовь Этот огонь в Душе Он очень такой тёплый Даже горячий И в зависимости от того, насколько близко вы будете находиться от человека У которого есть этот огонь Любви в сердце И в зависимости от того, насколько у меня много есть любви Этот огонь коснётся меня Когда оно станет горячо, тогда вы зажжётесь тоже этим огнём Может быть, так получается, что этот огонь покрывается моим личностными какими-то ощущениями Ну, своей личностью Но это только на некоторое время Но быть рядом с такими людьми С такими душами, которые находятся в человеческом теле И чувствовать вот этот огонь Любви Это делает огонь ещё сильнее Усиливает его И мне очень-очень повезло в этой жизни Что я всегда попадаю к людям, у которых очень много этого огня Знаете, да, была история про Рупу Госвами Когда он погрузился в очень сильное самадхи И люди подумали, что он умер Когда они положили кусок ткани около рта То эта ткань стала гореть Он был в огне разлуки со своей любимой с вами И я молюсь, чтобы мы все погрузились в этот огонь разлуки, в огонь любви Несмотря на все наши трудности в теле человека, которые мы проходим Я также молюсь, чтобы мы друг другу помогали Согревали друг друга и загорались этой любовью к Шрима Тирадхике Знаете, когда вы встречаете Расика Вашнава, иногда они прячутся, как скрывают свой огонь И знаете, некоторые Расика Вашнавы, они скрывают этот огонь. И почему это происходит? Одна причина может быть это просто как в виде защиты, а другая причина — это свободная воля, воля изъявления Расика Вашнава. Кому открыть и показать этот огонь? И когда? Но ведь на самом деле мы же не раскрываем все свои чувства и все свое сердце, мы не открываем всем постоянно. Правда ведь? Но если кто-то открывает нам свое сердце, то я всегда чувствую, что мне оказана очень большая честь. Поэтому когда наш любимый Гурдеев открывает свое сердце, то для нас это очень-очень большая милость и большое счастье. Потому что он открывает, делится своими чувствами. И иногда чувства, они такие, ну с болью, а иногда они с радостью. Я чувствовала очень много огня любви в душе нашего любимого Гурдеева Садху Махараджа. И я не просто это чувствовала, чувствую, но он также еще это и открывает, делится этим. И в то же время у него такие же обычные человеческие чувства. И это поразительно. И это очень сильно трогает мое сердце, и мой огонь тоже растет. Это поразительно, как это происходит. Это так сложно выразить. Спасибо за то, что мы обсудили эту тему чувств и поговорили о Монге и Мандире. Потому что здесь нет никакого противоречия. Это абсолютно нормально. У нас есть человеческие чувства, и мы также чувствуем, можем чувствовать глубокое горе от потери близкого человека, которого мы потеряли. И в то же время мы чувствуем, что эта душа, она вернется домой к лотосным столбам Шримати Радыки. И мы также можем пообсудить и поговорить об этой прекрасной душе и быть благодарными, что у нас было это общение с ней. И поговорить о нашем пути служения Шримати Радыки. И поговорить о нашем пути служения Шримати Радыки. Это то, чем я хотела поделиться. И спасибо за то, что и вы поделились своими чувствами со мной. Спасибо. Спасибо. Рады-рады. Говинда Махини, хотите я, можно, отвечу на ваш вопрос о искренности? Конечно. Надо ранее переводить. Да, 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 вас будут переводить, поэтому говорите кусочки. Сейчас я скажу, что вы ответите, и буду переводить. So, Шиама Сундери also wants to answer about the question of sincerity. Ну, то есть я читаю вот книгу, да, Радха Судханитхи. То есть ваш вопрос был в начале, да, и я хотел бы подправить ваше понимание, вот книга Ананта Дазбабаджи, то есть вы немножко съезжаете. То есть здесь ответ есть прямо вот в санскрите, в молитве, да, про Бадхананды. Это последнее предложение, последняя строка. Там есть как бы и вопрос, и ответ. Ну, замечательно, что у вас есть такой вопрос. Это тот же стих, да, который мы читаем? Да, девятый, я просто смотрю вот в него, да, и я уже прочитал полностью. Большой так. So, I want to add a little bit about sincerity. So, it's a very good question. First of all, but at the same time, at the end of the verse, there is an answer. So, because I have read already this book. То есть я еще раз прочитаю, да, напомню. О ум, отбрось подальше все великие вещи и личности, и с любовью беги во Вриндаван. So, I will read again the verse. О, майн, leave all great things a person far from you and go to Вриндаван. Говинда Махини, для вас как бы, да, поправочка, что как бы суть этого стиха направления, да, задает Анна Тадас Бабаджи, это вообще все откинуть и в Вриндаван, вот эта тема. Ну, как бы, ну, удивительно, я говорю, мы все маленькие сопливые манджари, да, которые учатся и познаем, и как бы цепляемся мы, как бы, ну, какие-то второстепенные вещи. Но дальше вот в молитве, да, про Бадхананду он говорит, в котором живет божественное сокровище, поток нектара, удивительных настроений, носящий имя Радха, которое спасает искренние души. Вот ответ. То есть искренние души — это те, кто все отринули и бегут во Вриндаван? Которые выбирают любовь. Понимаешь? Переводи нам, да, ради, пожалуйста. Да-да-да, давайте я переведу на глубокие такие вещи. So, and I will translate. So, and then, that's the first part. And the second part of the verse says, with love, for there is a divine jewel, an extra stream of good moods, named Radha there, who redeems the sincere souls. So, the answer, it's the beginning and the end. The end is the answer that you should, like, leave everything and go to Vrindavan, to Radha. And that's a very simple answer to all. So, go to Radha, and that's the idea of the verse. Gavinda Mahini, вот для тебя ответ. То есть ты вначале спрашивала искренне. Это те, кто все отбрасили, убежали, да, во Вриндаван? Если не могут с телом, да, как говорит Ананта Дасбабаджи, то хотя бы как минимум в уме. Да, и они предаются Radha, то есть они выбирают любовь, они выбирают раду. Вот это и есть искренние души. Вот ответ. So, the answer is very simple. Спасибо. Who are sincere souls? Those who just take away everything, just leave everything, go to Vrindavan, who will come to Radha. That's it. So, that's the answer. So, these people are sincere, if they can't do it physically, like physically go to Vrindavan, they do it mentally. But anyway, they forget about everything, and they honestly serve Radha, they love Radha, they follow Radha, and that's the sincerity. Easy answer. Ну, вот так я слышу, да, этот стих я читаю. Сунити, поправьте, если, Диди, может быть, я что-то спикульнул. That's how I understand and perceive this verse. Сунити, Диди, just correct me if something is wrong or not very correct. Radha, Radha. Очень-очень красиво выразили это всё. Когда вы говорили, я вот подумала, а как же помочь тем, кто вообще про Radha ничего не знает. И, конечно, все любят любить, и всем нужна любовь. Нам нужно как-то помочь тем, кто ищет любовь, каким-то таким добрым образом помочь этим людям. И я думаю, что душа, она всегда искренняя. Но для того, чтобы действительно прийти домой, попасть туда, куда мы хотим, нам нужна очень большая доза любви. А самая большая доза – это Махабхава. Очень-очень замечательно, Шяма Сандари, что вы дали вот это объяснение и решение, то есть вопроса, ответ на вопрос. Очень-очень хорошо. Это не моё. Я оперирую к своему Шикша-гуру Ананта Дазбабаджи. Это он. Так я вижу его. Слышу. Это не только мой понимание, это мой Шикша-гуру понимает Ананта Дазбабаджи. Так что я вижу. Суните, ещё один момент, ответ на ваш вопрос, как привести других. Опять я смотрю в книгу Ананта Дазбабаджи. Вот она передо мной. I look at the book of Ананта Дазбабаджи. It's right in front of me. And I have an answer how to bring people to Radha. Да, помните, он в каждом комментарии, он даёт ориентир, как это делали Рупа, Рагунатха, наши Рупа-манджари, кинкари. И потом он даёт для практикующих, для садок совет, что нам делать, как нам прийти к этому. So you see, in every verse, he comments on how Rupa-манджари, Рагунатх, and how they did it. And then he gives the advice to садокас, how we should do it. So while we don't have this kind of love, this level of love, that Rupa-манджари and all the swamis they had. So we have to follow their steps and just do what they do. So that's the way how we can come to that kind of love. Just follow the steps. Я? Раде, раде. Раде, раде. Thank you. Очень, очень красиво. Говинда Махини, продолжайте, пожалуйста. Может, ещё какие-то вопросы у вас есть? Да, у меня есть вопрос. Я хотела, на самом деле, чтобы преданные тоже прокомментировали эту строчку в комментарии. Ананта Даса Бабаджи. Если только нет очень сильного желания, то о Рагабаджи нельзя понять. And this eagerness, strong eagerness, means this eagerness comparing with mundane greed. Yes? When the lusty man became so mad that he forgets his body and everything related to it while searching for his wanted object, the real, like, the obsession, the madness. And until this madness is not there, so we cannot taste the sweetness of Raga Bhajana. То есть здесь в комментарии говорится о безумной жадности, да, к Рагабаджину. Безумная жадность сравнивается здесь с преданным Раганугой. Преданный Раганугой погружён в своё желание преданности, подобно вожделеющему мужчине, погружённому размышлению об удовлетворении своих желаний. And unless we have no disobsession and madness, we cannot understand Raga Bhajana. Here it is said. И здесь говорится, что если у нас нет такого страстного желания, то и сумасшествия даже, да, такого безумия, безумного желания, то мы не сможем понять Raga Bhajana. Can you give comments on this, please? Можете, пожалуйста, прокомментировать вот этот комментарий? Рада, Рада. Рада, Рада. Yes, Rada. In my experience, I did everything wrong. По моему опыту, я делал всё неправильно. And still, you are here for me. And after so many years of doing things wrong, you are still there. And still, after so many years of my mistakes and неправильных действий, you are still with me. So, for me, this greed, this description, is description of pure mercy, of a gift. And it's like Rada said, then you will get this, and then you will get this, and then you will get this. And my love, you don't have to pass a test to get this. And sometimes these descriptions of high, it's like high demand and high expectations, not small, so... And for a long time I suffered because I could not achieve the goal. So, we, I see here many brothers and sisters that have a lot of experience in love adventure, love adventures. So, I can say, I can say, my first experience is like I am Krishna Das. Then I understood, well, Krishna already has a Das. Let me try Krishna Dasa, 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 Anudasa. Let's try it. But then I understood that Krishna already has a Das. And now let's try to be Krishna Dasa, 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 Anudasa. Let's try to be a servant of a servant of a servant. And it became more sweet and less complicated. Then, next curtain opened, Rada opened the curtain. And next is next greed, next desire to experience was Rada Dasa, 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 Anudasa. And it was, the experience was uncomparably sweeter than Krishna Dasa and Krishna Dasa, 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 Anudasa. And what Rada created in my awareness, in my consciousness now, is this Rada Dasa, 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 Anudasa. And for me, this gift brings to my heart most sweetness and most simplicity. And I don't want to leave this consciousness. I don't want to leave this consciousness. Because, you know, my experience is the most sweet. It's a very pleasant experience, experience. And it's interesting that in this, this experience includes all previous experiences. And it's interesting that in this experience, and it's also covered in all the other experiences. Plus, one in my awareness, one element, and this is for me humility. 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 И что для меня очень важно в моём сознании — это человечность, сочувствие и смирение. Humility. Humility. So, for me, this is, how to say, in my experience, this is how Parada manifested this, how to say, directed my attention to experience something. Slowly shift, 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 to the place where I am now. Although I did everything wrong, and I'm still doing everything wrong. So, my decision is, let's stay, Radha, Dasi, 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 Anudasi, grid. Let's keep this grid and trust that Radha is continued, will continue to give me everything that she likes to give. So, my decision is, what I want to do, I want to continue to have this desire to be Radha Dasi, 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 Anudasi. And then, having this desire, going on this path, Radha will gradually lead me to where I need to come. I know, I'm from Croatia, so I understand maybe 80%. Well, I'm, I'm a translator. Slavic. Slavic, yeah, so then you know, I also understand this language, but not everything. Oh, Croatian is, I think, is very different language than Russian. I cannot understand. When I'm listening to Croatian classes, really, I cannot catch. I understand, I understand Ukrainian, Belarusian, Croatian, Polish, they have a lot in common. No, some. Maybe because I'm so, I'm so old. I'm almost 60. So, I still belong to these old times, when the Russian was very prominent in old Yugoslavia. Have you studied Russian in school, maybe? No? Yeah, you don't need to study. It was on the radio, it was on television, it was just small Russian. Well, he said, maybe because I'm from old generation, where Russian was everywhere. I asked him, so did you learn Russian in the school, in Croatia? He said, why do you learn? He was everywhere, on television, everywhere. You learn, not learn, but all he knows. In Yugoslavia, right? Yeah, yeah. So, So much about greed. Greed is, for me, greed is, this greed, that I'm experiencing now, is pure mercy. It's happening just because Radha's love is unconditional. Meaning, everyone is qualified. That's good news. I am getting it slowly. Everyone can get it slowly. Yeah, really happy. Thank you. Thank you. Good news. Thank you. Thank you. Well, I'm a little bit longer. Yeah. I have seen you. Well, I am a good one. I would like to follow up with my mother. I would like to say, Yes. Thank you so much. You have been a good one. Good news. . So tell us. Да, да, да. Давайте спросим. Шамасундери Прабху, he is asking someone who knew Мридула Баби, that someone can share about her, because last time when Didi, Джейнанда Прабху's wife, when she left, Горудев, he told that it's very important that we should speak about this person, the glories of this person. So please, someone who knew her well, please say a few words about her. We are eager to listen about her. I would like to listen especially also from our dear Gopika, if she's willing to share. In the moment Мридула's name came, it was like I jumped. I really want to share with you about Мридула Баби. я очень сильно хочу поделиться, да, Мридула Баби и сказать о ней, потому что когда я услышала, что она очень молодая, очень молодая, да, 43 года. beautiful woman. Today we were speaking in this sharing about sincerity of the heart. Мы сегодня говорили с вами о искренности сердца. и я думаю, что я никого не знала такого искреннего человека, как Мридула. день и ночь она была полна любви. и у нее настолько естественно эта любовь исходила из сердца, никогда не было такого чувства, потому что она как-то вот старалась это проявить. She's so full of purity. Она так полна чистоты. And she's the most humble person I have ever met in my life. И она самая скромная личность, самый такой скромный человек, которого встречала в своей жизни. Sometimes I have to strive for humility. Remind myself. иногда мне нужно прям, ну, я очень сильно стараюсь быть смиренной, то есть доставляю себя. But Mridula, she was she was so humble by her very nature. Но Мридула, она была такая вот смиренная по своей природе, естественным образом. And she was very, very close with Gurudev. она была очень-очень близка с Gurudev. She was like Gurudev's jewel. Как украшение Gurudev. And she would always say Ji Ji, Papa Ji. She would call him Papa. Ага, Papa. То есть называла его Papa. and you could feel that whatever he said she always from her heart she fully embraced every word. And I learned from her how to be a good mother. I узнала от нее как быть хорошей матери. Because she's very secure. Потому что она очень чистая женщина. Искренно. I only needed to observe her behavior and I understood what is missing in my own motherhood. Я просто наблюдала за ее поведением. By her example I understood how to be a good wife. Я смотрела на нее и видела и понимала как быть хорошей матерью, как быть хорошей женой, чего во мне не хватает. And how to make the Vajna happy. Как сделать Vajna счастливыми. Sometimes we would arrive in Delhi from a travel and we would arrive at 2 a.m. in her house and she would immediately be there to give us a hug and serve us like we were her most dear family. Иногда мы приезжали к ней в Дели даже в 2 часа ночи и она всегда встречала нас так радушно и все делала помогала нам в любое время. And she welcomed everyone in this way everyone even strangers that she had never met. И она всех так встречала всех приветствовала всех даже абсолютно незнакомых людей которых она вообще никогда не знала она всем была рада. And I learned from her how to surrender to Guru Deva. И благодаря ей я узнала как предаться Guru Deva. Because she was just so natural in her love for Guru Deva. It was never any doubt in her heart. When he said something she always accepted. she was so natural love to Rudev but everything he said absolutely everything she accepted all the words Не было сомнений. А теперь иногда я думаю, я не знаю, как я буду дальше продолжать жить без нее. Как быть? И для меня она всегда останется примером, ярчайшим примером любви и помощи, как она ведет себя. То есть в моем сердце всегда она будет в памяти, как пример и как та звезда, которая ведет нас в Бхакти. Три-четыре года назад у нее обнаружили рак какой-то. И у нас всегда оставалась вот эта надежда в душе, что она поборет эту болезнь, останется с нами, и все пройдет. Когда она уйдет, я хочу рассказать с вами, когда она уйдет вчера, это было... когда она была близка к Гуру Деву и Радхаму Хану. Вчера утром она еще была в Дели. И они принесли ее сюда. И она отошла вот именно перед Радхаму Ханом, перед Самадхи, перед Гуру, куда, в этом окружении оставила тело. И в тот момент, когда она умерла, пошел, просто палился дождь. И можно было почувствовать, как Радхаму Хан забрали ее к себе. Она самый-самый лучший пример, великолепный пример того, как служить, как помогать Ващнаву. Она очень смиренная. Спасибо, что дали такую возможность прославить ее, поговорить о ней сегодня, потому что мы все... Ну, просто наши сердца разбитые. Мы очень несчастные от того, что произошло. Дай, Раде. Спасибо, что вы делали. Я никогда не видел, но я уже очень люблю ее. Спасибо. Раде, Раде, Гопика. Вы меня наконец-то впечатлили. Я не могу говорить. Я хочу сказать, но я не могу говорить. Спасибо, Гопика, что рассказала. Очень-очень-очень хорошо, как сказано. А я не могу говорить. Я не могу говорить, но ты меня вдохновила. Я немножко, ну, хоть что-нибудь скажу и прославлю. Когда в 2015 году Гуру-Дев приехал в Японию. С Мридулой. Да, она ездила с Гуру-Девом в путешествия. В то время, он выбрал Мридулу как служба. Это Мридулу. Это Мридулу. Он выбрал Мридулу как служба. А, как служба. Я вижу. В то время, во время тура, он выбрал Мридулу как своего, ну, как службу. А, то есть это был тур по Сингапуру, Гонконгу и Японию почти целый месяц. Да, он путешествовал, большой тур был. И около двух недель она провела в Японии. И около двух недель она провела в Японии. В то время, maybe you cannot imagine, в Японии не было так много довольных, как сейчас. А, в то время еще не было так много преданных, как сейчас в Японии. Меньше было. В то время, Джананда Махарад, Кишори, Саду Махарад и Мридулу Рабаби. Эти четыре человека были в то время в Японии. Вот эти четыре человека были в то время в Японии. И он даже объяснил, почему он выбрал Мридулу как своего слугу. Так как Гурдеб хотел показать пример женщины другим. И Гурдеб также говорил, что все, кто знает Мридулу, должны понимать, что она лучшая из лучших в мире, замечательный человек. Ну, например, когда дети становились голодные, да, проголодались, она сразу же бросалась, и она готовила и издавала сразу еду какую-то. И причем дети же разные, нравятся разные вещи, и она готовила вот каждому что-то свое, чуть-чуть другое, чтобы все были довольны. И также был какой-то большой мальчик, Прасанта Байя. И мне она тоже там, да, что-то давала, что-то готовила. Я и как дочка для нее была, и как сестра. Все. Сразу. Я даже не могу представить Мунгель Мандир без Бридулу Баби. Не могу представить. Но она не только такая нежная, любящая, но также сильная женщина. Мунгель Мандир без Бридулу Баби. Постоянно, как бы периодически постоянно мы переписываемся, да, там как-то сообщение, а вот несколько дней назад мы нашли время и поговорили по телефону. И мы были шокированы. Очень. Да, ее лицо полностью изменилось. Как лицо, и очень сильно изменилось лицо у нее. Мы были в шоке всех. То есть мы увидели, да, по лицу, что происходит с ее телом. Then, just a moment I saw her, I cannot stop crying. И в тот момент, когда я ее увидела, я просто, ну, у меня слезы болились, я не могла остановиться. Then, little Barbie, get angry, got angry with me. И тогда она разозлилась на меня. Пишори, почему ты плачешь? Пишори говорит, почему ты плачешь? I must be better. I must be better. I must become better. Don't stop crying, just smile in happy. Перестань плакать, улыбайся. Зачем ты плачешь? Она хотела оставить вот этот последний момент. И плачь 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 и плачь. Поэтому она оставалась в Дели, она никогда не покидала надежду, она старалась вылечиться. И потом она увидела Радха Мохану своими красивыми глазами. И я благодарна всем жителям Мунгермандира, которые позаботились о ней, все эти киртаны, все эти слова, все что происходит. И если у вас есть возможность, то есть в Нире Мандире натуропатическом районе? Натуропатическом районе? Есть какая-то там клиника натуропатическая? Не знаю, какая-то клиника. Мридула Баби, она была менеджером этой клиники. Да, сейчас из-за вот этих вот, из-за пандемии многие не могут приехать в Мунгельмандир, естественно. Пожалуйста, но после того, как закончится этот коронавирус и это все сумасшествие с вирусом, пожалуйста, всех прошу преданных приехать в Мунгельмандир и посетить ее клинику и обязательно приехать туда. И я очень удачлива, что у меня была такая возможность дружить и общаться с такой замечательной женщиной. Sorry, one thing I need to say about Sadhu Maharaj and Govinda Babaji Maharaj's story. И еще хочу сказать одну историю про Sadhu Maharaj's story. Many people know that when Govinda Babaji Maharaj left his body. А Govinda Maharaj, когда он оставил свое тело? Sadhu Maharaj was not in Mandir, maybe in Delhi or something like that. Он не был в Мандире и в Delhi. That's why Sadhu Maharaj and Paramagru Dev have very close relationship, but he didn't see the moment he left his body. То есть были очень-очень близкие отношения, с Sadhu Maharajом были очень близкие отношения, но в тот момент, когда он покинул тело, его не было рядом. И он не пошел на вот эту церемонию погребения тоже. Почему? Потому что он хранил это все в своем сердце. В этом смысле я тоже счастлива. Так что он eternally вернул в моем сердце. Я всегда буду хранить ее в своем сердце, и мое сердце всегда будет с ее сердцем. Для меня это очень-очень большая удача и счастье встретить такого человека в своей жизни. Я ее никогда не запутана. Да. Наши мунгель-мандиры имеют много красивых отношений и деботов. Пожалуйста, после всех этих окончаний пандемии, я прошу всех русских преданных приехать в Мунгель-Мангир вместе с Говиной Махине. Нет, то есть, ну прям, все русские, приезжайте обязательно в Уриндаву. Очень тяжело переводить, извините, но просто столько эмоций вообще. Спасибо мне, Кишори, большое спасибо, Матери. Спасибо, veramente, чтобы приш syndrome segunda Miss 1946 сегодня. Спасибо большое, что все сегодня присоединились. И хочу напомнить, что сегодня днем у нас будет Zoom. И прошу тоже всех прийти, поддержать нашего Гурудева, который потерял невестку. Это жена его сына. И мы все расстроены. И спасибо всем, кто присоединился. Спасибо за хорошие слова, за прославления, за все, что было сказано. И ждем вас с днем на Zoom. И я хочу сказать, что за все это время Мридула никогда не принесла никому боли, ни единой Душе. Более того, она брала боль других на себя. И когда она очень сильно заболела три года назад, она никогда не говорила, что она болеет. Она всегда позитивная была такая. И она всегда как бы, ну, не показывала свою болезнь перед детьми и мужем. И если бы вы увидели ее тогда, вы бы даже не могли понять, что она больна. Только на последней неделе, вот на прошлой неделе, неделю назад, проявились вот эти признаки болезни на теле. И уже, смотря на нее, можно было понять, что она действительно больна. И только вот на последней неделе, неделю назад, она сказала, что, ой, знаете, что-то как-то мне немножко слабость у меня какая-то есть. Ну, все будет хорошо, я справлюсь. И правильно, вот как сказала Сунити, она была душой этого мандира, да, всех. И она была и как бы и в духовном плане душой, и физически, то есть всех отношений. Важно, мы можем продолжить радость в истории с нами. Реально, сегодня и сегодня, и также сегодня. И очень спасибо всем всем, всем всем, всем всем. И так же, всем всем всем, всем всем всем. И спасибо всем преданным, которые присоединились за хорошие слова и прославления, что послушали. И эта новость постепенно узнает больше и больше преданных, и мы будем прославлять ее сегодня и завтра еще. То есть будем держать ее в своей памяти, думать о ней. И мы расскажем обязательно Крутееву про сегодняшний Zoom, как мы прославляли ее, как мы обсуждали все это. И он будет очень счастлив узнать, что мы все были вместе, что мы собрались, что мы поговорили о ней. То есть для него это очень важно, он будет рад услышать это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!